Форелевые спиннинги Компания Колмик Под брендом Гераклес Хотелось бы сказать О спиннингах серии Ария Эта серия удилищ Создана специально для ловли На водоемах со стоячей водой Особенно на платниках И отличительной их особенностью Является то, что у итальянцев Снимай А хорошо было Что у итальянцев Свой подход К ротбилдингу Что касается именно Траут палочек Они несколько тяжелее Чем японские От 80 до 100 грамм В зависимости от пропорций Но при этом они очень хорошо Сбалансированы И когда ставишь на них катушку Получается полное равновесие Фэншуй Мне лично нравится Я вообще в принципе не сторонник Гонки за этими граммами Я считаю, что палочка 80 грамм Это вполне удовлетворимо Чтобы часов 6 кидать И не думать о том, что у тебя устали руки Сделаны эти спиннинги Серии Ария Из высокомодульного графита Ручки у них сделаны из полиуретана Прежде всего я хочу сказать То, что у меня сейчас в руках Ария Спиннинг предыдущей серии Он сделан немножко по-другому Здесь ручка разнесена Верх пластиковый держатель Низ полиуретан Сейчас Они выпустили новую Ария серию Там немножко другие ручки Они чуть-чуть потяжелее Но удобней в хвате По крайней мере и мне Они сделаны по японскому стилю Я это сейчас покажу Ручки сделаны У новой серии Ария В японском стиле Это короткая сплошная ручка Без разрывов Из полиуретана Вот с такой сплошной вставкой Ее очень удобно держать Не проваливается особенно нижняя часть руки Что меня немножко, честно говоря, напрягает В разведенных ручках А здесь Очень удобный момент Отдельно хочется сказать про Колечки Это облегченные Колечки Sea Guide Которые очень любят ставить фирму Колмик на Свои продвинутые удилища Естественно, карбид кремния Все Сделано очень добротно И мне очень нравится Любовь итальянцев К отсекателям Которые они ставят на тюльпаны Обязательно Вот эти усы Которые не дают захлестываться Плетенки, лески За тюльпан Естественно, это спасает Очень часто от поломок Тонкого кончика У меня сейчас Здесь представлено Три Палочки Ария Они абсолютно разные Хоть они из одной серии Я сейчас Ловлю на удочку Вот это ее реинкарнация С данными 182 Сантиметра От 0,8 до 3 грамм Рассчитан на подлеску До 5 либров Эта удочка Абсолютно универсальна Если вы посмотрите Игру бланка У нее практически нет Остаточных колебаний Она очень хорошо Для ловли и на резину И на блесна И без резкого твича Я ей провожу нормально Абсолютно воблеры Но то, что у меня есть палка Которая я могу ловить И на резину И на колебло Одновременно Это замечательно Мне нравится Второй спиннинг Из этой серии Он покороче Немножко Он 178 сантиметров Поменьше у него тест От 0,5 до 2,5 грамм Хочу заметить Что теста на этих удочках Вполне реальные Действительно Я проверял Все так и забрасывает Единственный верхний тест Чуть занижен Можно его капельку превышать На грамм на 2 Спокойно Эта удочка Совсем другая Она Полностью Лапшеватая Строй Медленный Мягкий Это чисто Палка под Блесны Кто любит ловить На колебалке Не часто ловит На резиной воблеры Это то, что нужно Она будет прекрасно Ловить рыбу И прекрасно ее вязать Даже при Самых тонких шнурах И тонких полотках Из флюрокарбона Третий спиннинг Из этой серии Самый длинный Он ростом 220 сантиметров То есть 2 метра 20 сантиметров Весит Около 100 грамм И тест его Побольше От полутора До шести грамм И можно ставить Леску до 7 либров На него Это удилище Тоже довольно мягкое По строю У него Уверенный комель Что поможет При вываживании И делать Точные забросы Но 2 трети бланка Мягкие Это тоже Удочка Для работы С блеснами С колеблющимися блеснами И Она прекрасно Подойдет Для тех вариантов Когда нужно Использовать Именно тяжелые блесна Дальний заброс Когда нужно Пробить ветер Вот как раз Сейчас Шквалистый ветер И Такой спиннинг Был бы как нельзя кстати Рыба стоит Ближе к середине Водоема И вот Блесны Весом около 2 грамм Ей сейчас Метать метров на 30 На 40 То что надо Почему я остановил Свой выбор Ловя Второй сезон Уже На спиннинге Ария Именно На этих Удилищах И Почему я На них Ловлю Не только На съемке А Свой Каждый Выезд На форель Во-первых Мне очень нравится Как я уже упоминал Сбалансированность Снасти Во-вторых Спиннинг Несмотря На то что он Коротыш Он Бросает Довольно далеко Я не скажу Что у меня Мега крутая катушка Я не скажу Что у меня Мега тонкий шнур Это 0.6 По Японии Катушка Иксаидж Обычный И при этом Даже вот в такую Ветреную погоду Как сегодня У меня Заброс получается Очень даже Неплохой Меня по крайней мере Вполне Дальность Заброса Устраивает За счет того Что у Мягкого кончика Нету Остаточных Колебаний Не происходит На ветру На резком Забросе Захлёста За верхнее Кольцо Что тоже Очень ценно Ну и кроме того Мне очень нравится Как эти спиннинги Ведут себя На вываживание Рыбы Они Дают вам Полную Гамму Ощущений От Вываживания Форели Вы получаете В руку Все удары Все Кульбиты Адреналина Выделяется Просто Невероятное Количество Но при этом Длинной борьбы С рыбой Не требуется Абсолютно Она настолько Хорошо вяжет Даже Полутора Килограммовую Форель Настолько Хорошо Отрабатывает Что Можно Не собирая Соседей Быстро Завести Рыбу В подсак Продолжение следует Продолжение следует...